В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 24 декабря очередной срок сдачи лыжной базы и парка имени Зернова. В какой стадии находится работа на объектах? 25. Гордость России. Воспитанница детской школы искусств номер 2 стала победителем международного конкурса. 26. Пролет. Молодежная комиссия при правкоме завода «Авангард» организовала спортивный праздник для сотрудников. Далее расскажем обо всем подробно. Введение упрощенного режима въезда в наш город и ослабление пропускного режима в связи с развитием паломническо-туристического кластера не планируется. Об этом заявил Валентин Костюков, отвечая на вопросы журналистов на итоговой пресс-конференции руководства Фиацнеев. Какие еще вопросы директор ядерного центра затронул на встрече с представителями Саровских СМИ, расскажем далее. Обеспечение национальной безопасности страны по-прежнему остается главной задачей Российского федерального ядерного центра. Но несмотря на это, 2019 год стал для предприятия годом высоких достижений в области неядерных вооружений и суперкомпьютерных технологий. Мы имеем достаточно серьезные результаты премии правительства. 16 сотрудников, в том числе и 4 молодых сотрудника. Это вопросы, связанные с этапами сооружения лазерной установки. Завершены работы по созданию уникального рентгенского телескопа. Второй стратегический приоритет деятельности предприятия – создание высокотехнологичной продукции двойного и гражданского назначения. Сейчас количество такой продукции от общей выручки ядерного центра составляет 13%. Задача – увеличить это число до 50. Но для этого институту понадобятся дополнительные специалисты. Сегодня вырабатывается новый такой подход, когда наряду с распределенной системой работы в области контрагентских работ возникает еще необходимость привлечения, интегрирования специалистов из различных отраслей промышленности в рамках выделенных структурных подразделений вне территории Сарова. Это новая часть работы в области гражданских направлений деятельности, которая будет не связана с гособоронзаказом, не связана с формами допуска. Это чисто гражданские направления, и это одна из особенностей нашего будущего развития. Что касается социальной политики, за 2019 год федеральным центром вне выполнены все обязательства в этой сфере. Предприятие по-прежнему обеспечивает высокий уровень социальной поддержки своих сотрудников и ветеранов. И собирается только улучшать работу в этом направлении. Особенностями является то, что в 2019 году и далее мы будем интегрировать и реализовывать помощь многодетным работникам. Значит, помощь для компенсации для этой категории людей школьных завтраков для детей из малообеспеченных и многодетных семей. Не оставил без внимания Валентин Костюков и самые обсуждаемые за последний год темы. Одна из таких – открытие аэропорта и появление гражданских рейсов Саров-Москва. Мы с точки зрения транспортной доступности сдаем первую половину 2020 года аэродром, где будут восстановлены специальные рейсы для реализации наших направлений деятельности и улучшения авиационного сообщения прежде всего с Москвой. В рамках технопарка мы будем строить транспортный хаб, который будет реализовывать вот эти авиационные, железнодорожные, автомобильные перевозки и в том числе и обеспечивать структуру технопарка. И на базе этого будем работать под авиационной составляющей. Но жители города в сегодняшней части, в сегодняшней части, я думаю, с середины следующего года будут иметь возможность полетов в Москву на самолете. Большое внимание уделило вопросу о кластере Арзамас Дивеева-Саров. По мнению директора, это хороший способ привлечения инвестиций в развитие города. Но работать в этом направлении надо очень аккуратно и учитывать мнение жителей. Введение упрощенного режима въезда и ослабление пропускного режима не планируется. Безусловно, что при реализации этой городской инфраструктуры мы, так сказать, понимаем дальнейшие изменения города. Я думаю, что вот наше руководство города, глава, города-глава администрации также поддерживает эту точку зрения, что ключевым элементом здесь должно быть бережное отношение к существующей действительности и понимание, значит, комфортности реализуемых решений, прежде всего, для жителей города. В завершении пресс-конференции директор ядерного центра ответил на вопросы журналистов. Они касались диверсификации производства, развития технопарка Саров, программы «Доходное жилье», оценки работы депутатского корпуса. И этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. С начала лета в нашем городе идет масштабная реконструкция сразу двух важных объектов – лыжной базы и парк имени Зернова. В благоустройство первой входит национальный проект «Жилье и городская среда». Доделать все работы на лыжной базе должны были в конце ноября. Затем срок перенесли на 24 декабря. В парке подрядчик также отстоит от графика. Подробности далее. Готовность лыжной базы превышает 95%. Завезено и установлено оборудование для спортивной площадки и зоны занятий воркаутом. Полностью выполнено устройство стартового городка. Установлены трибуны для зрителей, заасфальтирована трасса. Сейчас рабочие завершают обустройство пешеходной зоны. Основная задача, которая стоит перед подрядчиком – привести объект в порядок. Вывести мусор, землю, устранить мелкие недочеты. Заниматься благоустройством территории будут с наступлением теплого времени года. А вот в этом месте за моей спиной находится будущая детская площадка. Как мы видим, мафы уже привезли, часть из них распаковали и начали установку. Напомним, лыжную базу должны были сдать 27 ноября, но доделать к этому сроку не успели. На декабрьском заседании городской думы, где депутаты по поручению губернатора должны были дать оценку выполнения национальных проектов в Сарове, глава администрации озвучил новый срок окончания реконструкции. Здесь есть еще над чем работать. У нас с вами 24 число – это срок, когда мы обязаны, что ребята, когда обязаны сделать. И здесь, опять же, я не хочу перед вами с верой душой, но те планы, которые у нас есть по исполнению работы, они сделаны таким образом, что мы работаем с решением срок. Реконструкцией лыжной базы входит национальный проект «Жилье и городская среда». Депутаты оценили его исполнение в Сарове как удовлетворительное. Согласно пресс-релизу на сайте администрации, теперь лыжную базу собираются сдать уже к Новому году, чтобы у горожан в дни праздников была возможность оценить все работы, которые сделаны на этом объекте. Реконструкция парка имени Зернова также еще продолжается. Работа кипит практически в каждом уголке. Специалисты достроили лестницу до набережной реки Сатис и занимаются формированием ступеней. Параллельно закончен монтаж освещения. Рабочие устанавливают беседки и другие малые архитектурные формы. Напомним, парк реконструирует нас средства, который Саров выиграл в федеральном конкурсе Минстроя среди малогородов и исторических поселений. В школе номер один завершен капитальный ремонт кровли, который проходил в рамках государственной программы. Общая стоимость работ около 6 миллионов рублей. Все замечания Департамента образования и руководства учреждения подрядчик устранил. С третьей четверти дети смогут вернуться в свою школу. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 января 2020 года водителям грузовиков и автобусов запретят находиться за рулем были 9 часов в сутки. Каждые 4,5 часа нужно будет отдыхать. Соответствующие поправки в правила дорожного движения подписал премьер Дмитрий Медведев. Если на трассе нет места для стоянки и отдыха, то водитель имеет право находиться за рулем еще час сверхразрешенной нормы. При этом двигаться с соблюдением необходимых мер предосторожности. Со следующего года родители дошкольников будут платить за детский сад 2173 рубля в месяц. Новый тариф зафиксирован в постановлении городской администрации. Документ опубликован на официальном сайте городской управы. Для справки, стоимость услуг дошкольных учреждений пересматривают ежегодно. Сейчас присмотр и уход за детьми обходятся родителям в 2090 рублей в месяц. В Сарове пройдет горячая линия по вопросам защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей. Как сообщили в городской прокуратуре, звонки будут принимать в четверг 26 декабря с 9 утра до 5 часов вечера. Граждан, которые располагают сведениями о нарушении прав и законных интересов ребят, оставшихся без попечения родителей, просят сообщать об этом по телефону. 3 30 96 7 56 36 и 7 59 89. На улице Чапаева неизвестный слили 20 литров бензина из бака припаркованного автомобиля. Подобные случаи уже давно не регистрировали в нашем городе. Сейчас полиция устанавливает все детали происшествия. Чем еще запомнилась прошедшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Более 125 тысяч рублей лишилась Саровчанка. Женщине на телефон позвонили мошенники. Представились сотрудниками банка. Сообщили, что на ее имя оформлен кредит. И для того, чтобы его погасить, необходимо перевести крупную сумму денег на определенный номер счета. Гражданка перевела денежные средства в сумме 125 тысяч 235 рублей. На следующий день она пошла в банк аннулировать кредит. Банковские работники ей сообщили о том, что никакого кредита на ее имя оформлено не было. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и мошенничество. В одном из сетевых магазинов на улице Зернова произошла кража. Из супермаркета вынесли продукты, спиртные напитки и косметику на сумму более 2,5 тысячи рублей. В ходе оперативно-рыскных мероприятий лицо установлено. Им является житель Сарова, ранее судимый, 90-го года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 кража. На дорогах за минувшую неделю произошло 9 ДТП. В одном пострадали люди. На перекрестке улиц Силкина и Духова водительница автомобиля Hyundai Getz при развороте не уступила дорогу Renault Duster, который ехал в попутном направлении. В результате ДТП водитель Hyundai получила телесные повреждения, а после осмотра врачом отправилась домой. Гордость и надежда России. Воспитанницы детской школы искусств номер 2 стали лауреатами международных творческих конкурсов. Подопечные Елены Бодряшкины заняли призовые места в номинации «Декоративно-прикладное творчество». Подробности в следующем репортаже. Кот преданно смотрит на свою хозяйку, а на ласково глядит на свою очередь звероногого питомца. На панно минимум деталей и глубокие цвета. Картина с пушистым другом в технике «Батик» принесла его автору Ксении Конофеевой три диплома. Один в первой степени и два второй. Другая работа «Босиком по лужам» тоже заняла второе место. В первой работе это более крупная работа, а вторая работа, там очень много мелких деталей, и это сложно все прорисовывать. В технике «Батик» работать очень сложно. От мастериц требуется сосредоточенность, внимательность и усидчивость. Над вторым панно Ксения работала дольше, но именно с этой беззаботной девушкой, весело шагающей по лужам, она себя ассоциирует. Сложность в том, чтобы краска была точно по контуру, чтобы она не вытекала, не смешивалась. Но есть плюсы в том, что это может быть часть рисунка, то есть можно что-то додумать. То есть, например, в волосах краска растеклась, это могут быть какие-то кудряшки, которые вышли из прически. Воспитанницы отделения дизайна одежды и тканей детской школы искусств номер 2 участвовали со своими работами в трех творческих конкурсах «Гордость России», «Надежда России» и «Мой успех». Каждая из картин вернулась с наградами. Диплом первой степени в конкурсе «Гордость России» завоевала работа Надежды Жуненко, в которой она показала одну из грани жизни домашних питомцев. Технику «Батика» девочки осваивают на факультативных занятиях. Это направление дает им возможность реализовать себя в различных творческих направлениях. Техника «Батика» настолько интересна своими эффектами. Поэтому, когда мы стали эти эффекты просто-напросто внедрять в работу, ну, не каждый из этих эффектов получился. А эффекты буквально всего – это соль, которой мы посыпаем свою работу, это просто даже какие-то минеральные удобрения. Специальным дипломом за высокую профессиональную подготовку участников конкурса отмечена преподаватель отделения дизайна одежды и ткани Елена Бодряшкина. Музыка, смех, шоу мыльных пузырей, главные новогодние волшебники и более двухсот любителей покататься на коньках. Лучшие друзья, коллеги и даже целые семьи решили провести будний вечер на льду. Молодежная комиссия провела в Ледовом дворце традиционный предновогодний праздник. Первые несмелые шаги по льду и виртуозное катание. Перед Новым годом Ледовый дворец традиционно становится площадкой для всех, кто любит веселиться с семьей и друзьями. Третий год подряд молодежная комиссия при правкоме завода «Авангард» проводит для своих сотрудников праздник-пролет. Очень много деток. То есть у нас это мероприятие пользуется спросом. Это досуг у нас получается семейный. То есть родители приходят с детьми. В этот раз семейный праздник собрал более 250 человек. Для детей организаторы подготовили специальную программу. Шоу мыльных пузырей и визит Деда Мороза и Снегурочки. Главные зимние волшебники пришли со сладкими подарками. От желающих рассказать стихотворение и получить конфету не было отбоя. Пока малыши общались с Дедом Морозом, ребята постарше нарезали круги на льду. Тут интересно, прикольно, хорошее мероприятие. Тут хорошо и мне тут нравится. Тут можно учиться кататься. Мне очень нравится кататься на коньках, тут очень прикольно. Мне тоже. Здесь весело, здорово, очень интересно. Пролет – это праздник для всех. Взрослые, забыв о бытовых проблемах, веселились как дети, заряжаясь оптимизмом и новогодним настроением. Очень нам все нравится. Хорошо, что организаторы это организовали, потому что мы пришли с детьми. И дети очень счастливы. И мы, конечно, по-детски тоже. Здорово, весело, замечательно. Хорошее мероприятие, дети веселятся. Отличное мероприятие, вообще класс. Всем рекомендуем здоровый образ жизни, с детками. Ну и вообще перед Новым годом хорошее настроение все. Праздник «Пролет» позволил всем участникам вернуться к любимому зимнему виду спорта и дал прекрасную возможность провести время всей семьей. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин